добрый день сейчас вернулись за ты синагоги в на и тура в арнофе пытались там что-то снять не знаю что мы поставим что мы не поставим совершенно не получилось там собраться с мыслями все было очень сумбурно но все задают вопрос после того что произошло после этого погрома как жить дальше для семей для близкого окружения всего еврейского народа очень тяжело вернуться к обычному распорядку жизни к обычному течению жизни потому что хочется как-то вернуть ощущение безопасности вернуть ощущение того что мы сделали что-то чтобы это не повторилось сделать что-либо чтобы это не повторилось поэтому многие начали поднимать вопрос о том чтобы начали поднимать вопрос о том чтобы не брать на работу арабских рабочих многие считают что надо в принципе блокировать арабские кварталы поможет это реально ли это сложно сказать давайте так значит разобьем рекомендации на два аспекта аспект 1 на физическом плане на физическом уровне что нужно сделать аспект второй на духовном уровне что нужно сделать на физическом уровне здесь какие-то предложения облегчить правила приобретения оружия разрешение на ношение оружия на это рамбенцион зильбер сказал мне что оружие вещь опасная иногда она стреляет там где не нужно поэтому с оружием не факт что будет лучше во вторых каждого ребенка все равно не вооружишь каждому ребенку не дашь по пистолету как бы это все не совсем реально единственное что нахождение оружия в больших количествах на улице может создать бессмысленность для террористов они будут понимать что они не сумеют и не успеют никому навредить возможно что в этом есть определенный какой-то определенная какая-то логика но в любом случае те кто хотят приобрести пистолеты должны знать что получить разрешение нужно обязательно знать где вы будете хранить у себя дома чтобы дети не могли иметь к ним доступ специальный сейф и так далее все это по правилам которые разрешают полиция не наша тема теперь на физическом плане то что сказали рабоним делать раф фукс в рамоте сказал что все большие собрания нужно договориться заранее у кого из членов общины останется включенный телефон в кармане брюк чтобы можно было в не дай бог если нужно будет достать моментально позвонить в полицию чтобы не быть изолированными то есть можно остаться с телефоном в кармане в любом месте здесь какое-то скопление народа это раф фукс сказал что пока не успокоится ситуации нужно это делать раф айдалес раф айдалес племянник рава ильяшева раф фукс это раввин рамота раф айдалес это племянник рава ильяшева большой тумат хахам он сказал что напомнил что шлома залман разрешал ходить с пистолетом с оружием в шаббат поскольку сдерживающий фактор который создает оружие знание о том что есть оружие что евреи вооружены создает сдерживающий фактор для террористов поэтому это тоже можно и оружие поэтому называется предметом разрешенным для использования шаббата вот это вот само ношение является разрешенным способом и поэтому оружие не является мукце теперь это там где есть ирув там где нет ирува отдельный разговор пусть каждый спросит у своего раввина как правило все евреи которые находятся в деревнях и в районах вешувим мошавим и в районах израиля как правило есть ирув рабанута это по поводу на физическом плане на духовном плане очень важно знать рабом говорит что путь раскаяния понимать что это пришло от всевышнего обратиться к нему с криком молитвой и что наши какие-то действия привели на нас качество суда те люди которые погибли они чистые праведники святые отправились моментально в ганеден погибли только за то что они евреи осветили имя творца своей смертью но говорит рамбом чтобы это не повторилось нужно обязательно понимать что какие-то наши массы мараим какие-то плохие вещи еврейском народе привели какие-то действия какие-то наши грехи привели к тому что при что мин качество суда так на нас вылилось и раскаяние это то что уведет то что отстранит от нас это качество суда и поэтому тот кто не хочет быть жестоким не хочет привести к другой крови должен начать какое-то движение кто-то мне скажет а кто сказал что мое движение но поможет то есть книга хары хараидим которая говорит что даже один человек который делает раскаяния какое-то дело движение это помогает всему народу делает спасает весь народ поскольку еврейский народ он как бы одна душа все вместе и один человек может если он хочет чтобы с ним вернулся весь народ это делает это влияет это оставляет какой-то какой-то штрих на всем народе и поэтому одно святость в каком-то одном месте только у меня только у вас она может повлиять на весь народ поэтому не нужно говорить что я мог сделать один помню что у меня был кружок самодельности у нас был там такой руководитель борис исакович он сказал ну так мы ставили такой что я мог сделать один назывался такой как бы каждый человек что я мог сделать что я мог сделать что я мог сделать так вот как бы они идут такой целая армия что я мог сделать один а что я мог сделать один на самом деле мы целая армия и каждый из нас делает чуть-чуть на самом деле это влияет на всех спасибо Спасибо большое.